Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лекс Фридман, и это отрывок из моего разговора с Такером Карлсоном, где он говорит о первых моментах его встречи и интервью с президентом России Владимиром Путиным. Если вы хотите посмотреть полный разговор с Такером, пожалуйста, переходите в плейлист Лекс Фридман на русском по ссылке в описании. Там вы найдете полные версии подкастов, которые мы перевели на русский. Если вы включили видео и слышите английский, нажмите, пожалуйста, на шестерёнку в углу и выберите русскую дорожку. Большое спасибо Юре с этого канала Карлсон ТВ за его помощь и вообще за то, что он прекрасный человек. И спасибо вам за ваше время и поддержку. А теперь, дорогие друзья, Токер Карлсон. Каково было ваше первое впечатление, когда вы встретились с Владимиром Путиным для интервью? Мне показалось, что он нервничает. И я был этим очень удивлён. Мне показалось, что он выглядит как человек, который всё продумал, даже через чур, и у которого был план. Но я не думаю, что это правильный подход для любого интервью. Моё твёрдое убеждение, а у меня многолетний опыт их проведения, лучше осознавать свои мысли и высказывать их максимально откровенно, чтобы не запутаться в собственной лжи. И просто быть самим собой. И мне показалось, что он подошёл к этому как чрезмерно подготовившийся студент. И я всё время думал, почему он нервничает. Полагаю, всё из-за того, что он думал, что это увидят многие. А ещё, по всей вероятности, он подготовился преподать вам полный урок истории, что он и сделал. Я был абсолютно шокирован и очень раздосадован этим. Потому что подумал, что он занимается флебустиерством. То есть, как и обычно, я задал ему самый очевидный и глупый вопрос. Зачем вы это сделали? И он дал ответ в своей речи, которую, я думаю, стоит прочитать. Я не говорю по-русски, поэтому не слышал её в оригинале. Но он сказал, что в момент начала войны он выступил с обращением к русским, в котором он изложил во всей полноте причины своих действий. В той речи он сказал, я боюсь, что НАТО, Запад, США, администрация Байдена превентивно нанесут по нам удар. И я подумал, что ж, это интересно. Я не могу судить, обоснован ли этот страх действительностью или же паранойей. Но я подумал, ну вот и ответ. Я коснулся этого в своём вопросе. А он, вместо того, чтобы ответить, пустился в длинный, с моей точки зрения, и утомительный рассказ, похожий на хит парад русской истории. И подтекст, как мне показалось, был таков. Украина наша или же восточная Украина уже наша. И мне показалось, что он делает это, чтобы уклониться от ответа на вопрос. Последнее, чего вы хотите, когда берёте у кого-то интервью, это чтобы вас перебили. А я не хотел, чтобы меня перебили. Поэтому я пару раз вежливо прерывал его, как мне показалось, но он этого не одобрял. И тогда я подумал, знаете что, я здесь не для того, чтобы доказывать, что я отличный интервьюер. Дело вроде как не во мне. Я хочу знать, кто этот парень. Я думаю, что западная аудитория, широкая аудитория, имеет право знать больше об этом парне, поэтому просто позвольте ему говорить. Потому что я не чувствую, что моя репутация поставлена на карту. Люди уже составили обо мне своё мнение, полагаю, в той мере, в которой могли. Меня эти мнения не интересуют, так что просто позвольте ему говорить. Поэтому я успокоился и просто позволил ему говорить. Я думаю, что это было очень интересно. Согласны вы с этим или нет, считаете ли вы, что это имеет отношение к войне на Украине или нет, таков был его ответ, поэтому он очень важен. Вы сказали, что он нервничал. А вы нервничали? Вы боялись? Это же Владимир Путин. Я абсолютно не боялся и не нервничал. А вы пили чай перед этим? Нет, я принимал свои обычные пакетики с никотином и кофе. Нет, я не любитель чая. Я стараюсь не есть всякие сладости, которые перед нами ставят. А это... Это моя слабость есть всякую дрянь. Но перед интервью, как вы знаете, съедается много сахара, и он отупляет вас. Так что я успешно сопротивлялся. Но нет, я не нервничал. Всё время, пока я был там, я не нервничал. С чего бы мне нервничать? Мне 54 года, мои дети выросли, я верю в Бога. Я почти никогда не нервничаю. Мне было просто интересно. Я имею в виду, что мне интересна советская история. Я изучал её в колледже, я читал о ней всю свою жизнь. Работа моего отца была связана с холодной войной, и это была постоянная тема для разговоров. И вот оказаться в Кремле, в комнате, где Сталин принимал решения, будь то военные решения или решения об убийстве собственного населения, я просто не мог это принять. Мы находились в старом кабинете Молотова. Для меня это было просто ошеломляющим. Я думал, что много знаю о России. Оказалось, что я много знал о советском периоде, о чистках 37-го года, о голоде на Украине. Я знал об этом достаточно много, но я действительно ничего не знал о современной России. Меньше, чем я думал, как оказалось. Но да, я был просто потрясён тем, где мы оказались. И это одна из главных движущих сил на данном этапе моей жизни. Вот почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь? Потому что мне всё интересно, и я хочу увидеть как можно больше, и попытаться сделать из этого выводы, насколько это возможно. И всё это меня очень сильно поглотило, но нет, я не нервничал. Я не думал, что он собирается убить меня или что-то в этом роде, да я и не особо опасаюсь этого. Не боитесь умереть? Не совсем. Нет. В смысле, это опять же возраст и жизненный этап. У меня четверо детей, и когда они были маленькими, я страшно боялся умереть, потому что если я умру, это будет иметь огромные последствия. Я хочу сказать, что сейчас я не хочу умирать, я действительно наслаждаюсь своей жизнью. Я вместе с одной и той же женщиной 40 лет, и у меня четверо детей, которым я очень привязан. Сейчас их пятеро, есть ещё невестка, и я люблю их всех. Я очень привязан к ним, я каждый день говорю им, что люблю их. У меня была очень интересная жизнь. Какова была цель? Задержитесь на этом. Какова была цель интервью? Что вы об этом думали, и как вы представляли себе успех, когда шли на него? Донести больше информации. Лишь информации? До общественности, да, именно так. Я имею в виду, меня очень сильно волнует то, что происходит не только на Украине или в России, но и во всём мире. Я предполагаю, что в мире происходит перезагрузка, причём с ущербом для США. И мне кажется, что большинство американцев это не осознаёт. Таково моё мнение, я высказывал его много раз, потому что оно искреннее. Но моей целью было донести до Запада больше информации, чтобы люди могли сами принять решение о том, является ли это хорошим предположением. То есть я просто отвергаю все предпосылки войны на Украине, которые выдвигают с американской стороны, и которые сводятся к тому, что крошечная группа глупцов в Вашингтоне решила сделать это по причинам, которые они не в состоянии объяснить. Вы абсолютно в этом не участвуете, как американские гражданины, как человек, который это оплачивает, и чьи дети могут быть призваны на войну. Заткнуться и подчиниться. Я это полностью отвергаю. Я думаю, что, наверное, я просто дитя другой эпохи. В какой-то степени я дитя демократии участия, где ваше мнение как гражданина не имеет никакого значения. Но, наверное, градус лжи по этому поводу начал сводить меня с ума. Я уже говорил и повторю ещё раз, я не эксперт по региональным вопросам. Да что там, ни по одному региону, кроме, скажем, западного Мэна. Я просто не русский. Но для меня было очевидно, что нам лгали так, что это было просто безумием, эти масштабы лжи. Я приведу лишь один пример. Идея о том, что Украина неизбежно выиграет эту войну, эта победа, как, впрочем, и всегда до этого, не имеет точного определения. Ничто и никогда не имеет точного определения. Это утверждение сигнализирует о том, что в его основе скрывается ложь. Но Украина находится на грани победы, но я не знаю. Я имею в виду, что вряд ли являюсь тактиком или военным экспертом. В пятый раз говорю, я не эксперт по России или Украине. Я просто заглянул в Википедию, в России проживает на 100 миллионов человек больше, чем на Украине. У неё гораздо более мощный промышленный потенциал, потенциал военного ресурса, чем у всех стран НАТО вместе взятых. Например, Россия производит артиллерийские снаряды, которые имеют огромное значение в сухопутной войне. В соотношении семь к одному. По сравнению со всеми странами НАТО вместе взятыми. А это вся Европа. Россия производит в семь раз больше артиллерийских снарядов, чем вся Европа вместе взятая. Что? Это поразительный факт, и он оказывается очень весомым фактом, на самом деле значимым фактом. Но если вы спросите обычного человека в этой стране, даже довольно хорошо информированного, который просто пытается понять, что происходит, кто победит в этой войне? Ну, конечно, победит Украина, они на правильной стороне. И они так думают, потому что наши СМИ, которые на самом деле служат интересом правительства США и точка, они являются государственными СМИ в этом смысле. Так вот, они твердят им об этом уже более двух лет. Прошлым летом я был в Венгрии и разговаривал с премьер-министром Виктором Орбаном, который, чтобы вы о нём не думали, очень умный человек. Его ум таких масштабов, которых мы не привыкли видеть у наших лидеров. И я спросил его на камеру, так победит ли Украина. И он посмотрел на меня так, будто я ненормальный или же йододефицитный. Они собираются победить? Нет, конечно, они не могут победить. Это страна крошечная по сравнению с Россией. У России экономика военного времени. У Украины нет экономики. Да просто сравните население. Он посмотрел на меня как на дурака. И я ответил ему, я думаю, большинство американцев верят в это, потому что NBC News, CNN и все новостные каналы, все твердят им об этом, потому что всё это подаётся исключительно в моральных терминах, мол, это Черчилль против Гитлера. И, конечно же, Черчилль в конце концов победит. И это настолько нечестно, что даже не важно, чего я хочу или что, по моему мнению, должно произойти. Это просто искажение того, что происходит. И если у меня есть какая-то работа, которой на данный момент вроде как нет, то она заключается в том, чтобы просто пытаться быть честным. А всё это ложь. Но есть более детальное обсуждение того, как может выглядеть победа. Конечно. Вы правы, нюансы не обсуждаются. Но Украина может в кавычках «победить» благодаря Соединённым Штатам. Я полагаю, что разговор нужно начать с определения терминов. И ключевой термин «победа». Что это значит? Мир. Прекращение огня. Кто какой землёй владеет. Да. Сесть за стол переговоров с родителем, как вы называете Соединённые Штаты. Да. А потом, на переговорах, использовать рычаги влияния, чтобы обеспечить справедливость. Аминь. Ну, конечно, и я должен это повторить эмоционально, я в это не втянут. Я американец во всех смыслах. И меня интересует только Америка. Я не собираюсь уезжать никогда. И поэтому я смотрю на это исключительно с нашей точки зрения. С точки зрения того, что хорошо для нас. Но и как человек, и как христианин, я ненавижу войну. И по моему мнению, те, кто продвигают войну, не должны находиться у власти. Поэтому я полностью согласен с этим определением. Победа — это не убийство целого поколения населения. Или быть полностью уничтоженным, чтобы потом быть съеденным Блэк-Рок или тем, что придёт им на смену. Так что да, мы были близки к этому полтора года назад. Но администрация Байдена направила Бориса Джонсона, который недолго занимал пост премьер-министра Великобритании, чтобы остановить это и передать Зеленскому, которого мне, кстати, жаль, потому что он оказался зажат между силами, которые больше его. В общем, чтобы сказать ему «нет, вы не можете прийти к каким-либо соглашениям с Россией». И результатом этого не стала победа Украины. Стало только больше мёртвых украинцев. А Запад получил всевозможные выгоды. На мой взгляд, это моральное преступление. И я попытался спросить об этом Бориса Джонсона, потому что почему бы и нет, после того, как он обвинил меня в том, что я орудие Кремля или что-то в этом роде, и потребовал миллион долларов за разговор со мной. И это произошло буквально на прошлой неделе. И, кстати, в письменном виде. К вашему сведению, вы потребовали у меня миллион долларов за то, чтобы поговорить со мной сегодня. Ну, конечно. И вы заплатили. Нет, я, конечно, шучу. И я сказал его человеку, я только что взял интервью у Путина, который, по общему признанию, плохой парень. И он дал его бесплатно. Он не требовал миллион долларов. Он делал это не ради прибыли. Вы хотите сказать, что Борис Джонсон коварнее Владимира Путина? И, конечно же, это месседж. Дело не только в том, что Борис Джонсон — это унылый и алчный мошенник, каковым он, безусловно, является. Дело в том, каково будущее Запада и Украины, этой страны, о которой мы якобы так заботимся. Все эти люди умирают, но какова конечная цель? Это так же абсурдно, что я не представлял и не представляю, что я мог бы добавить еще что-то очень значимое к этому разговору, потому что я не гений, но я чувствовал, что могу, по крайней мере, проколоться на лже, и это нехорошо. После интервью Владимир Путин сказал, что он не был полностью удовлетворен, потому что вы были недостаточно агрессивны. Вы задавали мало острых вопросов. Прежде всего, что вы думаете о его словах? Я даже не понимаю этого. Похоже, это единственное заявление Путина, которое западные СМИ принимают за чистую монету. Все остальное, что говорит Путин, ложь, за исключением его критики в мой адрес, которая является правдой. Но я понятия не имею, что он имел в виду. Могу только сказать, что моя цель, как я уже говорил, заключалась в том, чтобы это не касалось меня. Он не давал никаких интервью в течение многих лет, но последнее интервью, которое он дал англоязычному репортеру, репортеру западных СМИ, было похоже на многие другие интервью, которые он давал репортерам западных СМИ. Сын Майка Уоллеса брал у него интервью такого же типа, и он все время говорил о себе. Я хороший человек, ты плохой человек. И мне кажется, что это самый утомительный и бесплодный вид интервью. Дело не во мне. Я не считаю себя особенно хорошим человеком. Я определенно никогда на это не претендовал. Но люди могут по-своему судить об этом. И опять же, единственное суждение, которое меня волнует, это моя жена, дети и бог. Так что я просто не хочу доказывать, что я хороший человек. Я лишь хочу его послушать. Я почти никогда не записываю вопросы, но в данном случае я это сделал, потому что у меня были месяцы. Но у меня было три года на обдумывание, пока я пытался договориться об интервью, что я делал самостоятельно. Но речь в основном шла о внутренней российской политике и Навальном. И у меня было много, как мне казалось, действительно хороших вопросов. И вот, в последнюю секунду, а вы принимаете такие решения на лету, как вы знаете, поскольку вы много интервьюируете людей. И я подумал, нет, я хочу поговорить о вещах, о которых еще не говорили, и которые, на мой взгляд, имеют значение во всемирно-историческом смысле. И номер один среди них, конечно же, война и то, что она значит для остального мира. И я придерживался этого. То есть я спросил о Гершковиче, которого мне было жаль, и я хотел, чтобы Путин его отпустил. И мне было обидно, что он этого не сделал, мне показалась абсурдной его аргументация. Но мы хотим его на кого-то обменять. Я сказал, а разве это не делает его заложником? Конечно, делает. Но в остальном я хотел ограничиться теми вещами, которые, по моему мнению, имеют наибольшее значение. Люди могут судить хорошо, я справился с задачей или нет, но это было мое решение. Что вы чувствовали в тот момент? Хотелось ли вам задать несколько сложных вопросов в продолжении некоторых тем? Я не знаю, что значит задать сложный вопрос. Уточняющие вопросы, я полагаю, они... Наверное. Я просто хотел, чтобы он выговорился. Я просто хотел снова услышать его точку зрения. Я, наверное, задал больше мудацких вопросов, чем любой живущий ныне американец. Как правильно подметили, я мудак по своей природе. Поэтому я чувствовал, что на данном этапе жизни... Мне просто не нужно доказывать, что я могу сказать, мол... Владимир Путин, отвечайте на вопрос. Конечно, конечно. Думаю, если бы мне было 34, а не 54, я бы точно так поступил. Потому что думал бы, речь действительно обо мне, мне нужно доказать свою правоту и все такое прочее. Нет. Сейчас идет война, которая разрушает экономику США таким образом и в таких масштабах, что люди просто не понимают, американский доллар уходит. В конечном итоге это было неизбежно, потому что все умирает, и валюты в том числе. Но эта смерть, этот смертельный процесс ускорился в геометрической прогрессии благодаря поведению администрации Байдена и Конгресса США, особенно санкциям. И люди не понимают, каковы будут последствия. Последствия — это бедность в Соединенных Штатах. Поэтому я просто хотел затронуть эту тему, потому что я смотрю на это не с глобальной точки зрения, а с американской точки зрения.